МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный день на канале СТВ продолжают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Пятое Всебелорусское народное собрание сегодня продолжит работу в Минске. Приоритеты дальнейшего развития страны были обозначены в первый день форума. Отечественная экономика должна стать инновационной и при этом необходимо избежать радикальных реформ. От догоняющей стратегии нужно перейти к опережающей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Народном вече. Всего в обсуждении прогнозов социально-экономического развития государства участвуют 2500 делегатов. Итоги первого дня работы форума подвела Илона Волонец. Холл Дворца Республики напоминает оживленный улей. Делегаты пребывают в режиме нон-стоп. В пылу жарких обсуждений градус все выше. Ситуация на рынке очень сильно изменилась. И мы, конечно же, вынуждены на это адекватно и очень быстро реагировать. И промышленники, в частности Белшина, конечно же, делают основную ставку в следующей пятилетке. Это на диверсификацию поставок своей продукции. Развитие бизнеса, улучшение системы здравоохранения в этом направлении. Мы на сегодняшний день работаем. Ряд много объектов модернизировано. Вводится нового современного оборудования. Я думаю, это те основные аспекты, на которые будет уделено внимание. Волнуют вопросы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Практик ориентированное обучение. Также меня волнуют кадры и востребованность их на рынке труда. Пятое Всебелорусское народное собрание символично началось 22 июня. Ровно 75 лет назад разродилась самая кровопролитная война в истории. Вот и президент Беларуси в начале своего выступления отмечает, только единство народа может сберечь мир, да и саму страну. Главный урок состоит в том, что любую, даже самую большую беду, можно одолеть только вместе. Если перед лицом трудностей народ сплачивается, а люди не падают духом, то любые преграды преодолимы и любые цели достижимы. И еще один важнейший урок дает нам прошлое. Нельзя быть беспечным и самоуверенными. Нельзя легкомысленно относиться к будущему. В повестке дня собрания обсуждение проекта программы социально-экономического развития. Причем это план развития, а не застоя, программа действий, а не ожиданий, подчеркивает глава государства. В Беларуси сохранили и модернизировали традиционные отрасли. При этом появились принципиально новые направления – атомно-энергетики, биотехнологии, космической сферы. Уровень качества жизни граждан напрямую зависит от инноваций и развития умной экономики. Мировая промышленность находится в стадии перехода к следующему технологическому укладу. За счет инвестиций национальная экономика должна стать инновационной по своей сути. В этом огромный резерв восстановления ее конкурентоспособности. Поэтому надо руководствоваться правилом, что важнейшая сфера капиталовложений – инновации. То есть создание новой наукоемкой продукции – конкурентоспособной на мировом рынке. Главный источник роста ВВП – эффективные инвестиции. До 2020-го их привлекут под три десятка миллиардов долларов. Новые рабочие места только высокопроизводительные. Их за пятилетия создадут более 250 тысяч. Из них 2 тысячи предложит белорусская АЭС. Вокруг нее создадут целый кластер энергоемких производств. Электроэнергии в стране будет много с водом атомной электростанции. Сегодня надо заместить то, чего у нас не хватает – газа, нефти и так далее – на электричество. Что, сегодня нельзя? Сегодня весь мир движется, как я сказал, к зеленым технологиям, к зеленой экономике. Информационные технологии в каждую отрасль. И это уже диктует время. По разработке новых материалов президент поручил создать научные центры. Будет сформирован и новый промышленный комплекс для производства сложной медицинской техники. За пять лет реализуют свыше двух десятков программ. Две трети бюджетных средств пойдут на социалку. Это медицина, образование, культура, поддержка семей. Станут доступнее кредиты на жилье. Размер пенсий – 40% от средней зарплаты. Прежде всего, хотела бы я акцентировать внимание, конечно, это здравоохранение. Это здоровый образ жизни. Это доступность высокотехнологичных операций во всех регионах нашей страны, не только в городе Минске. Несомненно, это образование. Без этого просто невозможно, потому что образование – это то, что сегодня позволяет нашему обществу развиваться. Участие от нас, представителей в этом форуме с регионов, с городов, со всей Республики Беларусь, возможность участия, принятия решения – это, наверное, очень правильно и это очень важно, когда мы имеем право не только выслушать, но и высказать свои возможные предположения, видения развития не только своей отрасли, но и в целом Республики Беларусь. Беларусь открыта всему миру. В зале – десятки иностранных гостей. Отдельная тема – развитие внешней торговли. Стране нужны взаимовыгодные отношения с ЕС и США. Для продвижения экспорта создадут специальное агентство. Оно поможет и промышленным гигантам, и малому бизнесу. Первая очередная задача – выход на новые внешние рынки, усиление позиций на традиционных. Для этого внешнеэкономическая стратегия страны будет направлена на установление взаимовыгодной связи как на Востоке, так и на Западе и Юге. Прежде всего, нам необходимо максимально использовать преимущества интеграционных проектов, созданных на постсоветском пространстве по нашей инициативе про активном участии Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств. При всех объективных трудностях, связанных с ситуацией на этих рынках, мы должны понимать, что иностранным инвесторам мы интересны. И не в последнюю очередь благодаря тому, что у нас есть свободный доступ к этим рынкам. А это 250 миллионов человек. На предпринимателей рассчитывают и внутри страны, особенно в селе. Да и вообще разрыва между городом и селом нужно избежать. Потому и средства между регионами распределят равнозначно. Тогда и страна в целом, как отметил и президент, будет окрепшей и уютной для жизни. Напомню, форум продолжит работу сегодня. Ожидается, что выступление президента на закрытии Пятого Всебелорусского народного собрания будет транслироваться в прямом эфире. Включайте главный телеканал из страны с 12 до 13 часов. Телеверсия наиболее ярких выступлений и моментов в вечернем эфире по белорусскому телевидению в 21.00. Важнейшее политическое событие вызывает огромный интерес в обществе. То, о чем говорили во Дворце Республики, обсуждают белорусы. Неудивительно, темы большого диалога касаются каждого. Ведь именно Всебелорусское народное собрание дает возможность выработать стратегию будущего. Развитие производства – это то, во что надо вкладываться людям. Соответственно, да, инновации. Это очень важно, что в Беларуси развиваются и в дальнейшем будут развиваться наукоемкие технологии. За ними будущее. Для развития бизнеса создаются все более-менее благоприятные условия. Все на это направлено для развития. И как следствие будет привлечение инвестиций. Поддержка семьи, как тезис, как направление деятельности государства – это замечательно. Сегодня продолжит работу многоканальная горячая телефонная линия Пятого Всебелорусского народного собрания. Операторы начнут принимать звонки с 10 часов утра. Номера телефонов вы сейчас видите на экранах. Каждый, кто дозвонится, может задать вопрос, поделиться предложениями или пожеланиями. В первый день работы телефонной линии было принято 350 обращений. Работу Пятого Всебелорусского народного собрания наш телеканал продолжит широко освещать и сегодня. В эфире СТВ – специальные выпуски новостей из выездной студии во Дворце Республики. Гостями прямого эфира станут делегаты Народного Вещи, а также зарубежные гости. К другим темам. Президент Беларуси 23-24 июня совершит рабочий визит в Узбекистан. Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Запланированы также двусторонние встречи главы белорусского государства с лидерами зарубежных стран. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте станет первым, в котором Беларусь принимает участие на высшем уровне в новом статусе наблюдателя. Судьбоносный референдум для Евросоюза сегодня пройдет в Великобритании. Жители страны выскажутся относительно дальнейшей судьбы Соединенного Королевства в ЕС. Граждане будут определяться, стоит ли остаться или выйти из объединения. Если евроскептики получат преимущество, Великобритания может стать первой страной, которая выйдет из ЕС в том случае, если парламент поддержит своих избирателей. И последнее. Сегодня в Минске вновь откроют арт-острова. Проект успел завоевать популярность в прошлом сезоне. Инсталляции, которые разместили на одном из островов Комсомольского озера, увидели около полумиллиона человек. Сегодня презентуют новую выставку под открытым небом. Работы 16 белорусских художников будут находиться на острове до дня города Минска, который празднуется 10 сентября. Такова информация на этот час. Следующий выпуск в 8.30. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Всего доброго и удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok